Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Разгул ледяной стихии на Миншине справляются с наступствами моцные гололёдицы. Протяглые морозы измянились и отлигой, а на измену моцным снегопадам пришёл дождь. Дороги и тротуары одразу ж покрылись с корынкой со льду. Десятки же хоров в области звернулись до Амедыкау с гололёдными травмами. А на дорогах сотни дробных аварий. Только у престолитшей ранецы их было больше за 30. Не обошлось без потерпелых. У Солигорском районе ещё напереды дни у вечера сотыкнулись два автобусы. Потерпели двое пассажиров и кероса. А у Нясвежском районе Жихарка Барановича на Брестской трассе не уличила дорожные умовы, не справилась с керованием, выехала на сустречную полосу и сотыкнулася с микроавтобусом. 44-годовая женщина теперь у лякарни. За несприяльных умов на двор и коммунальные службы у районных центрах Минской в области перешли на працу во узмоцленном режиме. До вечера ситуацию удалось стабилизировать. Рух на основных магистралях в области не ускладнены у Тымлику и у Солигорску, где с ранецы вымушена припынявца рух громадского транспорта. Теперь пассажирские перевозки у райцентры ожитявляются у штатным режиме. Семён Шапира провёл приём у Молодечни, разглечена десяток зворотов. Пытания, которые не потребуют додаткового разгляду, были вырошены на месяцы. Стан жилья, доброго парадкования территорий, традиционные проблемы основных жахаров, особных жахаров, которые не привыкли различивать на уластные силы. Выделение земельных на делу для введения господарки, одновление вытворчасти и будауництва нового хлебозавода. Пытания, которые отрымали, станут же отказ губернатора. Под обязанностей у Элеоноры Лутович. Мясовые жахары Родашковича у добропамятые час, коли над посёлком разносился водор свежей выпечки. Завод тут давно уже не працует, а хлебом пахнет только украми. На полициях Амаль Уся, духмяная коллекция вытворца уменьшенной и инших областей. Тем не менее, споспробовать новые гатунки покупники не супрать. Приехала работать в 83-м году. И здесь был хлебозавод. И пекли буханочками хлеб. И был очень вкусный хлеб. Понимаете, я просто помню ещё, даже как запах этого хлеба. Поэтому, может быть, людям была бы работа. Потому что ездим в Минск на работу, наши дети ездят. Может быть, и нужен он. Если такой будут выпекать хлеб, как был раньше, то, конечно. Обновление хлебозавода в Родашковичах – одно с остановочи выращенных питаний на приеме граждану Молодечна. Руины, которые в приватную властность трапили за аукционы, не раз перепродавались. И в результате, в результате, в результате, нашли господара. Создание хлебозавода позволит сделать порядка 100 рабочих мест. У меня прадед был хлебопеком. Это где-то отчасти семейные традиции. Мы сделаем лучший хлеб и станем лучшим хлебозаводом Молодеческого района. Выпробование часом вытравили стены былой хлебопекарни. И они истарались основой для новой и сучасной вытворчасти. Созворотом подаровать старым будинкам новое житцо и изменить при этом свое властное на прием регулярно приходят жахары из разных районов. Не стало выключением встреча старшиней Минабл-выконками с населительством и в Молодечне. Скарги на дрянный стан жилья, попроки убежденности местового керавництва сбоку грамадян в таких выпадках, как правило, разбиваются об аргументы отказных за добропыт не только особной семьи, а и населительство района с областью в Оголе. В газете опубликованы порядок и график ремонтов от худшего к лучшему. Если ваш дом туда не попал, значит у нас есть хуже, который мы будем делать. Специальная комиссия работает, которая определяет, где надо в первую очередь делать, где можно потерпеть. В острое сегодня жильевое питание стоит и на авиозце. Выкупить дом, який на час прасы у сельской господарцы, представила работнику мясцовое керавництво, жадающих шмат. Право и практика таких распродажа у особных сельхозпредприемствов есть. А вот работников там, как показывает час, теперь не шмат. В этом питании позиция керавництва в области однозначная. Живете в колхозном доме, работаете в колхозе, хотите лучшей жизни, уезжайте из колхозного дома и поселяйтесь туда, где вам лучше. Купить дом Волковичи смогут. Десять годов працы у сельской господарцы термин и головная умова для набытя властного жилья. Сгодно документам стаж працы ни одного, ни другого, не перевышая и половы от необходимого. Господарка, у которой ранее працевали мужчины, банкрот, жилет теперь на балансе другого сельхозпредприемства. Тяжкой працы саправдных мастров своей справы не напужать, не смог не зауважить этого и губернатор. 200 фермеров ищем. У нас 15 тысяч гектаров земли, которые мы приняли решение передать фермерам. Мы посоветуем, что мы соберемся. Посоветуйтесь. Это самый лучший вариант. Стать хозяевами. Поколь одни одваживаются на властный бизнес, другие приходят просить додатковые площадки. Стан фермерских господарок, развитие инфраструктуры районных центров, а так само здорового ладжица подрастающего поколения. Пытания, которые так само не застались без уваги на традиционном приеме граждан в Молодечне. Елена Ролотович, Андрей Кульгава, Минщина. Молочные реки Минщина стала лидером по вытворчасти молока. Селеты объемы натурпродукта повеличились больше чем на 5%. Это лучше показчик по всей Украине. Добиться таких вынеков стало мягчимым, дякуючи по ляпшению кормовой базы, будовництву и модернизации молочно-товарных комплексов. Так у господарцы Лазовича и Клецкого района в ближайший час начнет працать новая ферма. Я ее уведусь устрою уже до Нового года. Дарычи предприемства Лазовичи – одно из лепших по вытворчасти молока не только у районе, а и в области. За высокие працованные досягнения керауне господарки Михаил Аскерка удостоены высокой державной узнагороды орденом Пашаны. Вторая, третья в районе по удою молока, 20 килограмм доем на корову – это серьезный удой. Стабильно не скидываем удой на корову, чем 300, чем 350, мы целую пятилетку. Молоко – это стратическое сырье, оно везде нужно, во всем мире оно нужно. Не так мясо, не так это, как молоко. Конечно, расширять надо производство молока, увеличивать поголовье скота, именно до иного, именно у фермы для этого строим, вводим, мы должны до Нового года ввести. Памятнозавжды под Борисовым перепаховали останки шасти советских воинов, які в годы великой чинной лечились пропавшими без весток. Чароны армейцы загинули у концлагеры «Шталах-328». У нашей программе мы рассказывали, як подчас будауничых работ специалисты 52-го особного специализованного пошывкового батальона знайшли и останки каля полторы тысячи солдат. Частку з'их удалось идентификовать. Ушановать память своих батьков, дядов и прадедов приехали свояки с Казани, Москвы и Тюмени. Проводить приехали своего дядю, Гордеев Василий Трофимович. Он в 1941 году погиб, получается, здесь. Считался пропавшим без вести с 1941 года. И вот только 3 декабря этого года мы узнали, что найден медальон. К счастью, хорошо сохранился. Все данные, фамилия, имя, отчество, год рождения, все совпадает. Вот незадумываясь решили приехать. Доктор для лесу, водянка, некроз, рак. Одны з нешматликих захворываню, яким схильные древы. Як свячасова выявить гэты хворобы и не дать им распаусюдзица паусим леси. Оказывается, за здоровьем древу сошать специальные люди, лесопатологи. Минавито яны диагностуют захворывания и прописывают леки для лесу. Журналисты Минской правды отправились со специалистами у рейд на обследование зеленых пациентов. Подробязности у субботнем выпуску выданья. Святым остатством Березиноры хтуется принять областный фестиваль народных театров «Березинская рампа». Все это мероприемство пройдет уже у десятый раз. Юбилей обяцают провести видовищно и цикаво. За три фестивальных дни глядачы и высокая журы убачить шесть конкурсных спектаклю однородных коллектывов с Березино, Барысова, Жодзина, Слуцка и Маладечна. Постановки на любых гостах это и комедия, и драма, и навы трагедия. По традиции «Березинская рампа» с устрыней гостей. Свой спектакль на суд глядача презентую Барановицкий узорный театр «Студе». Репортажи и эфирные видео у всех программ «Любый час» доступны на сайте ctv.by и на ютюб-канале «Столичного телебачения». Заходьте, глядите и подписывайтесь. На этом у меня не все. Доброго вам настроя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова